МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате первого тайма Дмитрий Вашкель выиграл воздух и вывел локомотив вперед. На перерыв гомельчане ушли с минимальным преимуществом. Во втором тайме гости собрались. Сначала Артем Старгородский реализовал пенальти, затем Николай Золотов завершил атаку и торпедировал ворота хозяев. После финального свистка на табло горели цифры 1-2 в пользу гостей. Отмечу, первый кубковый матч прошел 9 марта. Тогда железнодорожники уступили минимально. К слову, два года назад гомельчане уже доходили до этой стадии кубка. Однако тогда они не смогли одолеть Солигорский шахтер. Практически план был выполнен на игру, но немножко у нас там в оборонке капитан Женя Кудаш, повреждение у него было. Где-то вот эти связи разладились и вот эту контратаку пропустили. А так, конечно, первый тайм, считаю, вообще очень хороший был. И со стороны нашей соперник показывал такой футбол. Но нам надо было проверить себя, на что мы способны. В принципе, весь план на игру был выполнен, но только вот эти моменты, конечно. «Локомотив» стартует в чемпионате Беларуси в первой лиге 13 апреля. В первом туре железнодорожники сыграют дома с Микошевичским гранитом, а в втором отправятся в гости к Пинской волне. Сыграны очередные матчи 20-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК одолел Минскую территорию, а гомельское «Быче» разгромило «Динамо» БНТУ. Лидеры чемпионата ВРЗ и Витен разошлись с миром. Счет открыли вагоностроители. На пятой минуте ворота гостей поразил Селюк. Затем представители Орши сравняли счет. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. В начале второго тайма гости удвоили счет, а на 30-й минуте Клочко сравнял счет, а затем и вовсе вывел хозяев вперед. На последней минуте второго тайма Витен сравнял счет 3-3. Сейчас турнирную таблицу по-прежнему возглавляет ВРЗ. Витен отстает на 2 балла. Напомню, это четвертая встреча лидеров чемпионата. Сначала команды встретились в первом круге, тогда они разошлись с миром 3-3. Затем Витен одержал победу в 1-4 Кубка Беларуси 3-2. В ответ на матчы команды сохранили паритет. Но по сумме двух матчей дальше прошел Витен. Игра была равная, два соперника одинаковых, первое-второе место чемпионата на данный момент. Ну, создали обе команды, много моментов голевых. Ну, никому не удалось просто оторваться в два мяча, вот и все. Пятером пропустили в большинстве, но ничего страшного. Сделаем выводы, еще чемпионат большой, все будет хорошо. Как минимум нас не догнали, а значит мы на первом месте пока не сидим. Ну, получилась такая игра достаточно боевая, я бы даже сказал, ближе к плей-оффной. Ну, я же, как я и сказал, наверное, закономерно ничем. Есть и позитивные моменты, там где-то не сломались, будучи там и на пяти фалах полтайма, и проигрывая в счете. Мы смогли переломить ход игры, повести в счете. Единственный, конечно, минус – не довели игру до победы. К другим матчам тура Светлогорский ЦКК взял викторию над территорием из Минска – 6-3. Коминская БЧ разгромила Динамо БНТУ – 10-2. Борисов – 900, сохранил паритет с Микошевичским гранитом – 2-2. Щучин проиграл УВД Динамо – 3-7. Охрана Динамо одолела Брест – 5-1. А Дорожник и Литтельмаш разошлись миром – 3-3. Орша принимает финал золотой шайбы в дивизионе А. Соревнования пройдут с 18 по 21 марта. В турнире участвуют 8 команд, которые стали лучшими на областном этапе. Вымпел из Брестской области, Северная столица из Витебска, Принеманские ястребы из Гродно, Шахтер из Минской области, Мираж из Могилевской, а также Грифоны и Медведи из столицы. Гомель представляет сборное Центрального района. Хоккейные дружины разделят на две группы. Победитель определится среди команд, которые займут первое место в своих группах. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.